Старинная, классическая, романтическая и современная целый экскурс по миру музыки представит слушателям польский органист Богдан Нарлах. Он хорошо известен в Европе и является председателем почетного польского музыкального фестиваля в Кашалине. В Сочи музыкант приехал накануне из Берлина. Это его второй визит в наш город. Казалось бы, зал и инструмент знакомы, но каждый орган уникален. С собой свой инструмент не привезешь, и каждый раз исполнителю приходится приспосабливаться к новым клавишам. Я уже играл в этом зале и могу сказать с уверенностью, этот орган чехословацкой фирмы «Ригер Клосс» – один из моих самых любимых. На таких органах голос звучит мощней, и акустика в этом зале самая для него оптимальная. Я уже вспомнил все нюансы и сегодня весь день репетирую. Наряду с произведениями знаменитых Баха и Гайтна в программе концерта и сочинения польских композиторов. Прекрасным дополнением к органу станет сопрано Екатерины Богачёвой и игра сочинского инструментального квартета. Концерт проводится при поддержке Польского культурного центра. Нынешний год юбилейный для знаменитого польского композитора Станислава Манюшко. И по просьбе Польского культурного центра мы включили его произведение в программу концерта, которую исполнит как раз Екатерина Богачёва. Это очень красивые, трогательные, хрупкие вокальные сочинения. Для квартета для нашего это будет дебют с Богданом, но тем не менее в предыдущих фестивалях он уже в подобной, так скажем, коллаборации выступал и с музыкантами из Германии, и с нашими органистами российскими. Поэтому форма довольно привычная, но этот союз возникнет впервые. В зале органа и камерной музыки этой осенью также выступят российские органистки, музыканты из Баден-Бадена и Венгрии. Международный фестиваль органной музыки продлится по 29 сентября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.